Когда пелена от состряпанного на бениной коленке героического образа Яныфтика спадет, что произойдет после победы Украины и трезвых оценок причин и последствий российско-украинской войны, то правление Зеленского войдет в историю Украины как самая тупая, дерзкая и наглая попытка ограбить страну, приведшая к гибели десятков тысяч украинцев, тысячам сожженных городов и сел, уничтожение ракетных программ и многомиллиардным потерям в экономическом потенциале страны, которая безусловно возродится, но уж слишком дорогой ценой. Уже сейчас по ходу активных боевых действий на поверхность выползают сотни просчетов, саботажа, а зачастую откровенных преступлений против государственности, которые бы при правильном управлении процессами сохранили тысячи жизней и многомиллиардную инфраструктуру, даже отбросив всем известные факты про Бучу, Ирпень, шашлыки и устами Зе, сдачу Херсона, Бердянска и в целом с севера и юга страны, когда нынешнее политическое руководство официально заявило, что сознательно не объявляло эвакуацию, чтобы не вызвать панику, создав тем самым все предпосылки для событий, которые в итоге и случились. Появляются еще более вопиющие факты катастрофической некомпетентности зеленой власти, ну либо откровенной работы на оккупанта. В своем последнем интервью один из самых авторитетных военных Украины, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший первый заместитель командующего сил специальных операций Сергей Кривонос, заявил, что действующая власть не просто наплевательски отнеслась к военной угрозе, но и намеренно затягивала создание территориальной обороны, отряды которой внесли огромный вклад в победный исход первых месяцев войны и продолжают уничтожать россиян уже в составе ВСУ. Кривонос обращает внимание на то, что при формально созданных силах терробороны власть фактически не занималась ими, всячески препятствуя любым инициативам, связанными с этими направлениями. Кривонос указывает на провал создания терробороны в Харькове, где чрезмерная централизация процесса привела к тому, что гражданская компонента ТРО вместо руководящей роли в организации безопасности общин и страны в целом по желанию военно-политического руководства оценивается как послушный оловянный солдатик. И такие случаи не одиноки. Причем саботаж на местном уровне избранными слугами народа в местные советы был более вопиющим. В самом начале войны в сети появилось видео, смотрите по ссылке под этим роликом, где на совещании одного из поселковых советов территориальной громады в Киевской области за несколько месяцев до начала войны пришли активисты с предложением активнее заняться территориальной обороной. В этом им было категорически отказано, причем большинством из депутатов от партии Зеленского. Как итог, длительная оккупация населенного пункта с гибелью сотен людей, включая депутатов, отказавших активистам. Важно подчеркнуть, что пренебрежительное отношение к территориальной обороне на местах это не просто просчет, это поощрение регионального, даже местечкового сепаратизма и фактически одобрение на коллаборационизм. Территориальная оборона при должной подготовке могла бы стать той угрозой локальному сепаратизму задолго до активной фазы войны. Эффективность территориальной обороны в самом начале войны была невероятной. Даже у бульба-фюрера белорусской губернии в шоке отвисла челюсть от успеха простых гражданских против российской военщины. Еще бы, вряд ли обычный почтальон Запоребрика сумеет сбить четыре российских вертолета из старенького советского ПЗРК. Но этот успех произошел вопреки, а не благодаря действиям зеленой плесени. Невероятная способность украинцев к самоорганизации и огромная мотивация создали ту мощь территориальной обороны, от которой в ужасе шарахалась абрыганская солдатня Балалайни, Вагнеровцы и Кадыровцы. Если же допустить, что территориальную оборону действительно выготовили, а не саботировали все эти годы, а по факту получения данных западной разведки о грядущей войне поставили на боевое дежурство, скольких трагедий можно было бы избежать на севере, востоке и юге страны. Обязательно придет время, когда все эти вопросы появятся на повестке дня. Сейчас их активно забалтывает телемарафон, полезные блогеры и прочие прихвостни зебени Ермака и компании. Слишком уж дорогой ценой далось Украине то, что в принципе можно было бы минимизировать, если бы у государства действительно было адекватное руководство. Украина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова